Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередной учебный год в кружке любителей гегелевской диалектики. Те, кто любит гегелевскую диалектику, он непрестанно изучает и не прекращает, хотя это очень трудно. А почему он изучает такой трудный предмет? Нет, потому что любит. Потому что если не любит, то это невозможно столько изучать. Давно бы уже бросили все. А есть за что полюбить, уже мы это знаем хорошо, потому что те люди, которые занимаются в кружке, это выражается не в том, что они как-то по-другому выступают или как-то пишут, хотя это тоже имеет место. Это выражается в том, что на фоне того, насколько сложно изучать науку и логики, всякие другие проблемы жизненные, они уже не представляются такими сложными. Это во-первых. А во-вторых, поскольку речь идет о философии, а это наука о всеобщем. Раз о всеобщем, то она применима где? Везде и во всем. Раз везде и во всем, то люди, которые изучают науку и логики, студируют ее. Эти люди, они облегчают свою жизнь, а также жизнь тем, с кем они общаются. Потому что то, что трудно разобрать без науки и логики, с помощью науки и логики разобрать, ну, легче, скажем так. Я же не буду говорить, что вот прям так сразу все сразу решится. Но это совершенно однозначно. И я думаю, что люди, которые давно уже занимаются в кружке, они это по себе ощущают. Потому что это вот как бы такой фактор жизни, уже жизни. Потому что человек уже, ну, вот год, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот у нас есть староста кружка, между прочим, который скрупулезно все посчитал. И оказалось-то всего-то навсего мы существуем 12 лет в таком виде. Хотя и раньше был еще кружок. Вот. Но, так сказать, тем не менее, вот 12 лет, как вы понимаете, это много. И за 12 лет все люди, которые занимаются, они почувствовали, что это занятие не затрата времени, а свободное время. Потому что свободное время – это время для свободного развития человека. Для свободного развития. Или можно так еще сказать, что это самоосуществление индивида. Потому что я понимаю, что у всех есть руки, ноги и прочее. Но, так сказать, конечно, развитие разума своего, или ума, переход его в разум, естественно, это самое большое развитие человека. Оно связано, конечно, с трудовой деятельностью. Но трудовая деятельность – это какая деятельность? Это целесообразная деятельность. Целесообразная деятельность по присвоению материальных благ. А если она целесообразная, то вот формирование целей – это, так сказать, функция человеческого мозга. Ну, я здесь упор не на мозг, а на то, что человеческого. А человеческое развивается не только одним видом или одним поколением. Оно постепенно накапливает все богатства. И вот из всех богатств, которые мы знаем, образовалось такое мощное учение. Марксин – ленинизм, в котором есть три момента. Это философия. А философия разрабатывалась и материалистами, и идеалистами. Правильно это? Если мы возьмем древних философов, там они материалисты были, скажем, параменид. А, скажем, Гегель – идеалист. Но, как писал Ленин, умный идеалист лучше глупого материалиста. Вот мы с этим считаемся. И знаем, что если бы не Гегель, не было бы капитала Карла Маркса. Потому что к Марксу, так сказать, подходили все время с претензиями, ну, ваши отношения, это какой Гегель? Как бы хотели… Он ведь много на кого нападал, Маркс. Он не из таких, которые помалкивают, так сказать. Да и Энгельс тоже мог бы кого-нибудь там… Он взял и Дюринга прямо весь всего ободрал. Но почему не трогают Гегеля? Что сказал Маркс? Гегель – мой. И мое отношение к Гегелю очень простое. Гегель – мой учитель. И все. Ну, у всех были всякие разные учителя, в том числе и школьные. Вовсе не означает, что вы совсем соглашаетесь. А с многим даже и вообще не соглашаетесь. Но запоминаете зато. И это все уроки, которые получили, они на всю жизнь. Потому что… Хотя это и школьные учителя. Ну, а Гегель – это учитель жизни целого человека. То есть, если вся деятельность связана как раз с тем, чтобы материалистически истолковать и применить это духовное богатство к тому, к чему еще никто не применял. Потому что вот Фейербах хорошее дело сделал, материалистом стал. И благодаря Фейербаху, и Энгельс, и Маркс стали материалистами. А учителем Маркс назвал кого? Гегеля. Хотя заслуги Фейербаха никто из них не преуменьшал. Есть книга у Тейса о Фейербахе, Карла Маркса. И он, так сказать, вполне отдает дань Фейербаху. Но учителем берет Гегеля. Ну, вот, а Ленин почему может быть учительным? Потому что он впитал и то, и другое, и третье. У Ленина вы найдете и философию Гегеля. И он прямо говорит в своей, можно сказать, последней философской работе о значении воинствующего материализма, которая у нас вот в этом издании помещена. Причем, поскольку меня там записали главным редактором, но я думаю, это слишком сильно. Я так даже посмотрел, знаешь, главный редактор книги Гегеля. Чего себе! Поэтому это как-то выглядит несколько заносчиво. Но не я это писал, поэтому я бы такой... Хорошо хоть не рецензентом. Хорошо хоть не рецензентом. Да-да-да, еще не рецензентом, а не критиканом. Ну вот, думаю, ну что я могу сделать? Что значит, что-то редактировать у Гегеля? Как можно редактировать? Если даже у него что-нибудь идеалистическое, это нельзя же переделать на материалистическое. Это вы можете истолковывать как хотите. А вот сейчас издания Гегеля, как и издания Маркса, они сейчас идут все время у нас. Они все снабжены огромным количеством всяких рассуждений, замечаний, статей о том, о сём, о пятом. И люди, видимо, на этом делают большие деньги. Поэтому первое я рассыду. Раз меня назначили к главному редактору, я взял и всё, что там было до начала, до Гегеля, всё раз и убрал. Это шаг первый. Шаг второй поставил, кстати, в эту работу Ленина о значении воинствующего материализма. И всё. Больше, я честно и откровенно говорю, что ни в чём больше моя редакторская работа не выражалась. Но это важное дело. Поставить Ленина вместо каких-то людей, которые ничего не сделали в философии, не изучили по существу, ничего не дали в философии, и особенной диалектике. Поэтому нечего там, так сказать, меретешить и чего-то там говорить. Потому что вот есть издания, просто с безобразными вводными люди застревает там гораздо больше, чем мы на Гегеле. Потому что там, ну тут мы постепенно разбираемся, а там, если вы будете копаться, то никогда ни до чего не докопаетесь, потому что там до нечего. Тем более, надо сказать, что эти книжки обладают свойством размножаться, потому что Гегель достаточно известен, и всё время идут разные издания. Причём так ухищрялись после издания 37-39 годов. Вот так же было издано, значит, первый том «Объективная логика», второй том «Субъективная логика». Так вот в собрании сочинений Гегеля, который Институт философии, Академии наук издавал. Тем не менее, вот какие-то герои, значит, как угодно издают, то отдельными тремя книжечками. В чём смысл отдельных трёх книжечек? А нет, это выделение на объективную логику и субъективную логику. Первый, второй, третий. Или вот я, так сказать, в очень хороших отношениях. С Владимиром Михайловичем Камневым мы работали в одном институте после того, как закрыли издательство «Наука». Через то издательство «Наука», которое Гегеля издала у нас, очень хорошо, чёрная такая книга большая, его закрыли, просто страшно даже смотреть. Всё, нету. Издательство «Наука» Ленинградского отделения. Ну, вот я к нему прихожу, говорю, «Смотрите, как у вас написано. Вот первый том, хоть в одной книге, но можно там же написать, вот объективная логика, потом субъективная логика. Это в углавлении есть, а в тексте нет». Ну, а кто? Он говорит, это ошибка. Ну, ошибка, но это же не мелочь. Вообще, для материалистов существенно, что есть объективная логика, а что есть субъективная логика. Очень существенно. У Гегеля сначала идёт объективная логика, потом субъективная логика. Материалисты должны это приветствовать, закреплять и развивать. Нет, как только не издают. Но зато сейчас, вот после нашего вот этого издания, вдруг мне звонит Шухрат Миргейстинов из Казахстана и присылает фотографии. Вот взяли эту книгу нашу, вот это издание, и какой-то такой жёлтый сделали обложку и издали. Ну, мы знали, кто-то кого-нибудь издаст, поэтому никаких тут вы не найдёте этих самых С, которые означают, что без автора или без копирайт нельзя это дело копировать. Пусть копируют. У нас денег нет столько копировать. Пусть копируют. Тут мне Александр Сергеевич, профессор Казёнов, позвонил, говорит, ну, Михаил Васильевич, поздравляю. Это вот издание теперь вышло в Москве. Ну, естественно, но причём именно также со статьёй Ленина. Так что и то, и другое издание это сохранило. Очень хорошо. Спасибо. Мы можем только сказать спасибо, тем более, что мы это предполагали, и тем более не собрались это запрещать. У нас такой задачи нет, чтобы на этом сидеть, как будто бы это наше, только богатство. Это богатство всемирное. Вот это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, что это, конечно, трудное дело. Очень многие, так сказать, перестают это изучать только потому, что это трудно. Хотя, лучше изучить трудное, но полезное, чем лёгкое и бесполезное, или вредное. Поэтому от того, от чтения такого трудного произведения никто не проигрывал. Более того, наоборот, все люди, которые это делают систематически, они все чувствуют, что другие всякие дела начинают идти легче. Хотя такой прямой связи, что я что-то беру и прям так вот использую, и применяю, ну, потому что это, прежде всего, развитие мышления, развитие ума, ну, и развитие таких вещей, для которых очень трудно додуматься самому, вот как вот сейчас. Ну, например, мы с вами долго-долго в прошлом году, в прошлом учебном году разбирали вопрос о единичном, особенном и всеобщем. И как я и сказал, вот сейчас, так вот обычно и понимается, что, дескать, есть вот единичное, есть вот особенное, есть всеобщее. А к чему мы пришли в результате изучения? Не из-за такого. Есть только всеобщее. вот есть это всеобщее, и это всеобщее проявляет себя как какое-то определенное, то есть с отрицанием, то есть вот это будет особенное. и вот это особенное, это особенное всеобщее, а не особенное, а не всеобщее. Это особенное всеобщее. И если вы возьмете второе отрицание, то вы придете, как отрицание, отрицание придете к всеобщему опять. Но это вот всеобщее после второго отрицания. Оно называется как? Единичным. И вот вместо того, чтобы вот так вот пораскинуть мозгами, как иногда говорят, тут особенное, тут единичное, а тут всеобщее, вы понимаете, что весь фронт это всеобщее. Всеобщее. Вот. И если это применить человечеству, то вот есть человечество. Это всеобщее. Есть кружок, очень члена кружка по диалектике и любителей КЛГД. Кружок любителей геевской диалекции. Это раз, это с отрицанием. Не все же, не будете доказывать, что мы все, что все, кто кроме нас, не люди. Не будете. Я думаю, они люди. Это мы люди с отрицанием. С отрицанием того, что все. Мы не все. А мы именно те люди, которые занимаются в этом кружке. В этом смысле мы с отрицанием. А отрицание, мы знаем, это не что-нибудь плохое, а определенность. Допустим, человек в очках. Можно, так сказать, это формально считать, что человек просто купил очки, чтобы выглядеть умным. Или он много очень читал, прочитал, и поэтому ходит теперь в очках. И это признак уже, который может свидетельствовать о большом умсе на работе. А есть и такие фигуры вроде меня, которые всю жизнь ходили в очках, а потом ходят без очков, что свидетельствует о том, что очки не помогают, поэтому и зачем они. Во-первых. А сейчас такое время, когда вот то, что нужно, сейчас такая реклама, что то, что вот уж очень большое, мы и так увидим. А если они мелко пишут, денег мало на это тратят, нечего на это и смотреть. Так, ну остается еще единичное. Вот товарищ Шабасов, это не вообще, значит, член кружка, а он конкретный член кружка, то есть не вообще, а именно Шабасов. Это второе отрицание. А раз второе отрицание, он его возвращает к чему? К всеобщему, к человечеству. Давайте ему позавидуем, тем более, что все здесь присутствующие в таком же положении. Ну про себя мы будем скромно, так сказать, не умалчивать, а вот Константин Константинович, тем более, что он здесь самый, можно сказать, ну взрослый, я бы сказал, потому что он родился в Великую Отечественную войну, да еще в Белоруссии, в концлагере. Так что он узник фашистских лагерей. Вот. Ну, поскольку он изучает науку логики, то он выглядит очень хорошо. Вот. Он недавно брошюру написал. Александр Сергеевич Казенов помог ее издать. И тут приезжали товарищи наши из Рабочей партии России, все искали, дайте еще брошюру Шабасова. Просто рвали из рук. Да, так что вот такая штука. Вот что, значит, мы сейчас с вами разобрали? Вот это всеобщее, особенно единичное. Раз это всеобщее, особенно единичное, к чему нас это привело? И я уже подхожу к теме нашего кружка, сегодняшней теме. Вот. Мы же с вами в прошлый раз изучали суждение. Какое мы суждение изучали? Суждение мы изучали. Перед рефлексией. Это что идет? Давайте. Суждение наличного бытия. Это можно до этого было додуматься. Что первым идет? Бытие. Потом идет что? Сущность. Это рефлексия, где она? Поэтому следующая будет рефлексия. А потом пойдет, после сущности, идет понятие. Поэтому это легко. И тот, кто вот это вот так листал туда-сюда книгу, тот легко может понять, почему так называется. Вот суждение наличного бытия. Оно имеет какой вид? Допустим, единичное есть всеобщее. Общая форма это суждение. Вот люди, которые не знают диалектики, не понимают, не изучали, они это даже не могут. Вот как единичное есть всеобщее. Единичное – это единичное. Но если я буду доказывать, что я – это я, то далеко мы не уйдем. Что единичное – это единичное. То есть то, что мы где-то в математике пишем равенство, несмотря на то, что мы пишем равенство, но вот слева стоящая цифра и справа стоящая цифра, они на разных местах стоят, и уже поэтому они разные. Разные. А сейчас, когда у нас везде есть эти самые приборы, которые определяют координаты через спутники, и у американцев, и у нас, то у нас получается, что эта тройка слева и тройка справа, они имеют разные координаты, это разные тройки. Но если вы будете брать написание, как бы вы там ни писали, и какие вы инструменты для этого не использовали, для того, чтобы они были идентичны, все равно они будут в чем-то различаться. То есть то, что мы с вами уже прошли, изучали, что тождество – это тождество различного. А различие – это что? Различие тождественного. Это различие тождественного. Никаких других тождеств. Потому что тождество тождественного – это вообще глупость какая-то. Я – это я. Давайте, запишите. Давайте я вам расскажу, что я – это я. Это будет вам мало интересно. Или вот спрашиваю, а про вы что скажете? А вы скажете – я – это я. Тогда кто громче скажет? И так далее. То есть это вот… То, что мы, конечно, не можем изучать, и не изучали в школе, что тождество – всегда это тождество различных, а там одно время тут новации появляются. Наверное, в связи с такими, как Ракова, которые появляются, и начинают деньги качать из образования. Была бы одно время такая мода, что это не равенство было двух чисел, а конгруентность. Конгруентность. Представляю себе этого первоклассника, конгруентность. Я, так сказать, отучился 11 лет, закончил математико-механический факультет. Я этого слова не слышал ни разу. Но нашлись же люди, которые продвинули это дело прямо в школу. Конгруентность. Ну, вот такое продвинуть, конечно, и, скажем, мы не предлагаем в школе акцентировать на том, что все равное, это тождественное, это тождество различного. Это, пока это не… У нас не школьный курс. И равенство, и равенство. Вот когда мы говорим, мы за равенство всех людей. Это что значит? Это что? Давайте какого-то одного красивого человека выберем, так это точно попадется женщина, и вот только женщины оставим. И все такие. Но это ненадолго хватит этого развития человечества. Одно оставили? Почему? Много-много женщин. Одного типа. Почему одного типа? Равные. Не типа, а просто равные, тождественные. Тождественные. Нет, ну тот же самый результат будет, можно будет и молодцов таких мужчин наштамповать. Клонировать. Клонировать, да. Некоторые говорят, вот мы будем клонировать. Но как вы не клонируете, они все будут различаться. И это ясно, как в божий день. Нет, начинают рассуждать на эту тему. А вот они, близнецы. Так они, близнецы. Один едет в левой коляске, другой в правой. Хоть они, хоть какие близнецы. То есть, ну для нас уже это не секрет, что тождество – это тождество различного, а различие – различие тождественное. Поэтому, когда говорят, поэтому форма такого осуждения нас не повергла в замешательство, когда говорят, единичное есть всеобщее. Это ведь осуждение наличного бытия к чему сводится, к которому прошли. Вот как раз последний наш урок, последнее занятие было посвящено тому, что единичное есть всеобщее. Ну вот, например, вот Борис Николаевич сидит, он единичный. Абсолютно точно. Да? Но он человек или нет? Вы не отрицаете, что вы человек, Борис Николаевич? Нет, не отрицает. Не отрицает? Ну вот, все, подтверждает. Он подтверждает. И ничто человеческое ему не чуждо. Так что, то есть, все ситуации, когда что-то утверждается про людей, и не только про людей, там, хотите про дома, хотите про яблоки, хотите про груши, хотите про зверей, вы говорите, ну точно такой же. Это значит, не такой же. А для того, чтобы было вот совсем такой же, уже точно такой же, то хоть сто раз назови точное, никогда не бывает абсолютно такого же. То есть, тождество, никакого другого тождества, как тождество различия, нету в природе. Различия. Вот когда пара разводится, говорят, мы с вами разные люди. Ах, они когда женились, думали одинаковые, что ли? Когда свадьбу играли. Сейчас, правда, это в моде, так сказать, одинаковые, когда создают пары. Опять же, какие одинаковые. Они думают, что они одинаковые. Ну, думают, что одинаковые, да. Говорят, вот мы одинаковые. То есть, ну мы тут в кружке твердо установили, что равенство – это равенство различного, тождество – тождество различного, различное – это есть различие тождественного. Поэтому вот так гладко мы зашли в учение обонятий, очень гладко, потому что когда мы взяли вот и разбирали с вами суждение, самое первое, на личного бытия, ну вот и такое, и такое, и такое, надо запоминать, тут ничего такого особенного, невозможного нет. А потом, как всегда, началось усложнение, и вот дошли мы до перехода. Обращаю ваше внимание на страницу 70. На странице 70. Еще мы не дошли до суждения необходимости, еще мы как бы сидим совсем в другом месте. Так вот, суждение необходимости – это страница 72 тома второго, а на странице 70 говорится, при более, в конце, тут предпоследний абзац. Сначала вот он разбирает, так сказать, как вот понимать всеобщность, при более близком рассмотрении, занимающий у нас здесь универсальное суждение, универсальное суждение, когда начинают говорить о всех. Мы убеждаемся, что субъект, который, как было замечено выше, содержит в себе и для себя сущую всеобщность, как предположенную, теперь имеет ее в себе так же и как положенную. Все люди означают, во-первых, род-человек. Вот появляется понятие род. Можно сказать все люди, это будут все люди как бы, род с цепью. А можно сказать о людях, подчеркиваю, это всеобщный род человеческий. Ну, как вот поется в интернационале, как поется? С интернационалом, не поется так, что воспрянут все люди, живущие на земле. Нет, поют, как вот написано в Гегеле, воспрянет род людской. Это что значит род? Это значит не только те, кто сейчас живут. Род воспрянет тот, который начинался давно, так сказать, от первобытного общинного, так сказать, человека, и все идет, 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 идет. И дойдет он до полного коммунизма, и воспрянет род людской. Когда? Это зависит от других уже обстоятельств. А то, что воспрянет, это можно спокойно петь. Род людской. То есть, вроде бы, почти то же самое. Все, 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 но все порознь или как род. Что мы представители человеческого рода. И этот человеческий род, если брать его как человеческий род, он, конечно, трудящийся. Это точно. Он точно не эксплуататор. Правильно? Но эксплуататоры есть, так сказать, в этом. В роду. В роду есть. И без них. Как кулаки в роду у некоторых. А? Да, всякие есть. Но род-то вообще, если взять человечество как род, ну никак вы его эксплуататором даже назвать-то не можете. То есть, это вот те, которые эксплуататоры, они как бы выродки, если употреблять то же самое понятие. Это они противостоят роду человеческому. Или чтобы он воспрял род людской, что нужно делать? Ну избавиться от этих эксплуататоров. Вот он и воспрянет. Поэтому хорошая песня. Интернационал там все правильно поется. А песня это что? Душа народа. Душа народа. А народ. Содержит ли слово род? Народ. Род. Народ. И уж народ это точно не эксплуататоры. Эксплуататоры никогда народом не называются. Они элита. Они не элита. Народ элита. Они самые худшие. А худшие всплывают наверху, Владимир Александрович. Что вы не знаете? Да, и не тонет. И не тонет. Ну поэтому само оно не тонет, приходится делать революцию. С этим связаны и такие вещи, как перемещение. Чтобы не вечно болтались в руководстве, а это время от времени. Хочу привести пример. Вот я был две недели в КНДР в качестве, так сказать, делегации. Главы делегации от РКРП. У нас было три человека. Кроме меня был еще фетисов Борис Лаврентьевич, который должен был написать статью в Народную правду. И один товарищ от телевидения, который должен был передачу для телевидения сделать. Поэтому, так сказать, нам выделили два Мерседеса. Поселили на даче Цыковской. На троих два. Ну в одном руководитель был, то есть я ездил. А в другом два члена делегации. И мы проехали по всей Северной Корее. От того места, где Ким Ир Сен родился, и до границы. Побывали в том доме, где стоят с одной стороны один флажок стоит. Это вот Корея, КНДР. А на другой стороне 17 государств. 17 флажков. Это те, которые сейчас воюют скорее. Но сейчас перемирие. То есть какое перемирие? Не подписанное поэтому в любой момент? Может начаться война. Поэтому говорят, а что это вы там запускаете ракеты? А что это вы не убираете эти флажки и не подписываете мирный договор? Давайте подпишем мирный договор. А вы не подписываете? То есть вы его не подписываете. То есть с точки зрения международного права идет война. Ну у вас передышка. Вы закусывайте, мы закусываем. Сейчас вот закусим. И чтобы после этой закуски не началось, лучше сделать ракеты. И как пишут наши военные специалисты, это самый дешевый способ сделать ракеты, которые могут долететь до Японии и дальше полететь. Чем и занимаются. Страна, соответственно, их живет. В шесть часов встает, а в 22 выключается телевидение. Все. Завтра продовой день. И очень много работают люди. Очень много работают и быстро развивается. Ну я так для интереса думал, может кто-нибудь возьмет, поменяет там доллар. Все смотрят на него так. Или рубль. Ничего такого нет. Ничего такого нет. Так вот в этой стране, значит, такой порядок. Все руководители партийные, все освобожденные, один месяц в году должны отработать секретарем, не освобожденным секретарем партийной организации. Где? Ну где, или в колхозе, или на заводе, или в совхозе и так далее. Поэтому с нами встречался заведующий отделом ЦК. Ну у нас непонятный был статус. У нас же не было генерального никакого, ни первого секретаря. Они не знали с кем встречаться, кому с нами встречаться. Ну встречался вот заведующий отделом. Говорит, вы знаете, еще должен тут вот передо мной встретиться был один товарищ. Ну я завтра выезжаю к неосвобожденным секретарем на завод. Поэтому я с вами сегодня встречаюсь досрочно. И вот люди, когда рис, как известно, вручную сажают в воду прямо так вот. В воду. Раз, раз, раз. Вот они так вот посажают вместе и обмолачивают тоже этот рис. Причем там урожай самый высокий в мире. И на экспорт отправляют не только рис, но и рисовую солому японцам. За это получают то, что им надо. Поэтому мы видели, что у них вот так вроде бы они чиновники приезжают со значками в костюмчик. А если не надо, они раз, раз снимают и ты-ты-ты-ты-ты, все это сделают. И сразу между собой у них разговор. Из 12 месяцев, 11 месяцев он работает неосвобожденным, один месяц неосвобожденным, но секретарем партийной организации. Вот так что это очень хороший опыт, полезный. Нам бы очень бы он не повредил в свое время. Но может в будущем он понадобится. Вот так что вот мы пришли к такому, интересно так вот вдруг внезапно, раз и рот. Ясно, что ни из какого идеализма этот рот не вытекает. Никак тут он не вяжется с идеализмом, потому что когда говорят о рот, рот, но это не Господь Бог создал, а рот и весь рот. Рот рождается, 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 развивается. И потом отдельные поколения, они могут сходить, уходить, новые приходить. А рот, он неуничтожим. То есть по своему смыслу, по сути своей, рот бесконечен и вечен, рот людской. Отсюда и мы изучаем, так сказать, и получаем знания от живых людей, а также от тех, кто жили раньше их, так сказать, они живут уже вот своими произведениями, своими художественными произведениями, зданиями, сооружениями и так далее. Вот в этом, в станках, в машинах они заключены. Вообще в культуре техники всей и технологий во всем проявляет себя этот рот. Счет, и можно было бы сказать, вот все люди. Всего люди, сейчас считаем, так, сейчас коронавирус скосил там столько-то человек, уже это не те, этих убираем, этих становим. То есть этот поштучный счет. А здесь счет другой. Учет другой философский. Рот. Рот неуничтожим. И никакие эти, когда будут, что будет, что будет. Сейчас у нас ковид. Ну, что будет? Ну, ковид переживем. Пережили. Горбачева и переживем, и ковид. Мы, разве, от Горбачева и Ельцина не потерялись? Гораздо больше, чем от ковида. Мы его уже пережили. Он уже, как говорится, он только физически еще живой. А так он уже труп политический давно. Ну, человек 80 лет пошел отмечать в Англию, будучи президентом, президентом СССР и генеральным секретарем. Компартии поехал. Значит, он тут кто? Не ко двору. Не ко двору, не только внизу, так сказать, не к тем дворам, которые трудящиеся, но и к государственному двору. Никому он не нужен, этот Горбачев. А родина ему оценила президент Российской Федерации Дима Теренович Рома Градину с орденом Андрея Горбасманова. Вот Андрей и хорошо. И в связи с 80-ми тимон. Ну, вот. Вот и хорошо. Все наградили его орденом. Важно, что это не орден Ленина. Так. Ну вот, раз пошла речь о том, что вот надо рассматривать всеобщее как род, то тогда вот это вот утверждение, что единичное есть всеобщее, ну, оно уже не вызывает отторжения, правильно? Единичное, то есть каждый человек – это представитель рода. Согласны? Что тут непонятного? Кто будет здесь, кто будет протестовать, если его рассматривать как представителя рода? Никто что-то не протестует. Вот и хорошо. Поэтому все спокойно, все укладывается в голове. Человек единичное есть всеобщее. А как ты что скажешь? Ну, ясно, что различия есть между один человек и род. Ну, род-то только и может существовать в отдельных людях. Он не может существовать как нечто такое, что не состоит из людей. Правильно? Поэтому единичное есть всеобщее, то есть род. То есть всеобщее здесь берем не совокупность всех людей, а такое, что не в распадении на единичности, говорит Гегель здесь, но так, что единичное вместе с тем расширено до всеобщности рода. На той же самой странице мы с вами дальше этого одного абзаца не прошли. Значит, это второй абзац снизу на странице 70. При более близком рассмотрении занимающего нас здесь универсального суждения, это то, что мы прошли. Мы же не можем пойти вперед, не зацепившись за то, что мы уже изучали. Мы убеждаемся, что субъект, который, как было замечено выше, содержит в себе и для себя сущую всеобщность, как предположенную, теперь имеет ее в себе так же и как положенную. Все люди означают, во-первых, род – человек. Человек – род. Не один человек, а человек как род. Во-вторых, этот же род в его распадении на единичности. В распадении на единичности. Но так, что единичные вместе с тем расширены до всеобщности рода, а не так, что они распались и вообще разбежались. Нет, это всеобщность рода. Каждый из них есть представитель рода. И род только из них и состоит. Вот это очень важно понимать. А после этого тогда можно двигаться дальше. Тогда можно уже. Переходите к следующему вопросу. Хотя вопрос о роде уже на 70-е. Это была 70-я страница. На 72-й, смотрите. Поскольку субъект развел себя во всеобщность, возил себя во всеобщность. Вот каждый из вас, каждый из нас может возвести себя во всеобщность смело. Почему? Потому что кто у нас тут? Кто откажется от того, чтобы он является представителем рода? Есть такие отказники? Так, если тут есть таких, прошу покинуть. Наше собрание, заседание. Остаются те, которые себя считают представителями рода. Так, возил субъект, возил себя во всеобщность. То есть каждый оставшийся здесь в аудитории субъект, каждый, возил себя во всеобщность. Он в этом определении стал равен предикату, который как рефлексированная всеобщность объемлет собой также и особенность. Ну, особенности объемлет род. Что это? Какие люди доберутся с их особенностями, правильно? С отрицанием того, что является род. Поэтому субъект и предикат тождественны. То есть они сливись в связку. Это тождество есть род. Или в себе для себя сущая природа некоторые вещи. Следовательно, поскольку это тождество снова расщепляется в некоторые суждения, субъект и предикат соотносятся друг с другом через внутреннюю природу. Род через внутреннюю природу. Субъект и предикат. То есть человек с родом соотносится через внутреннюю природу, потому что он не чуждый человечеству. Ничто человеческое мне не чуждо. Каждый может сказать. Имеется в виду то, что не чуждо роду, то не чуждо и каждому человеку. Поэтому все через свою внутреннюю природу соотносятся со всем человечеством. Пришли сюда, позанимались и почувствовали, что мы соотносимся через внутреннюю свою природу со всем человечеством. Это же хорошо. И всего-то мы потратили один час. Валерий Александрович, вы как староста должны оценить и подчеркнуть. Это соотношение необходимости, а не просто так. Думаете, это просто пожелание? Нет, это необходимость. А в каком смысле необходимость? Да никак вы это обойти не можете, даже если бы захотели. То есть это такая необходимость, которая, в буквальном смысле, необходимость. Нельзя ее обойти. Слишком большое. Далеко надо идти, чтобы обойти. Вы умрете раньше, чем дойдете. И когда умрете, вот скажут, умер еще один выдающийся представитель человеческого рода. То есть никуда вы не уйдете далеко от рода. А кто у вас в роду? Это у вас лично в роду. А в роду человеческом. А мы все. Так, то, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы, присуще и роду. Смотрите, какие вещи. Прямо как стихи на странице 72. То, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы, присуще и роду. Вот непосредственный вывод и выражение того, что получилось раньше, а именно, что субъект, например, все люди, совлекают в себя свое формальное определение, все, это то перечисление просто, Иванов, Петров, Сидоров, и вот-вот начинают всех перечислять, фамилии, паспорта там выдают или не выдают, так сказать, или теряют, неважно, всех собирают, перечисляют, и вместо все люди следует сказать что? Человек. Человек, ну даже здорово, когда говорят человек, во-первых, каждый может про себя сказать, что он человек, а во-вторых, он может вообще сказать про каждого, что это человек, вот это был человек, или вот это есть человек. Хотите стать человеком, уважаемые товарищи, изучайте науку логики Гегеля и смотрите занятия нашего кружка, и вы будете настоящими людьми. Это не реклама, это факт. Мы рекламой не занимаемся, у нас чисто тут идет истина, а истина – это соответствие понятия объекту. Как вот если есть соответствие, мы констатируем, нет, мы же так, и заявление я часто не делал, первый раз такое. Ну раз дошли мы до этого, пора уже и сказать, признаться. Давайте осознаемся, что мы тут собрались те представители человеческого рода, которые это осознали. Ну не все здесь собрались, но те, кто осознали, точно здесь присутствуют. Другие, которые уже осознали, но по разным причинам здесь не присутствуют. Может быть, они выполняют более важную функцию в это время, которая нас кормит, или их кормит, или их семьи кормит и так далее. Которые занимаются тем, что совершенно необходимы для существования и развития человеческого рода. А то, что мы делаем, тоже очень необходимо. И этот отсуток может, состав, немножко меняться от случая к случаю, от занятия к занятию. Но вот этот, в этом смысле, кружок выполняет очень важную функцию. Если кто знает в мире какой-нибудь такой кружок, который более эффективно и более проложительное время, выполняет такую функцию, сообщите, пожалуйста. Мы сразу ему дадим первое место, а сами вы на каком-нибудь почетном втором или третьем. Но пока вот что-то, пока что-то не находится. Ну есть люди, которые делают кружки. Например, вот товарищ Гуркин в Новосибирске ведет кружок по диалектике. Взял вдруг и решил написать критику партии. Не с того он начал, с того, что есть бытие партии, так сказать. И в нем есть отрицание. Нет же такого бытия, которое не содержало бы отрицание. И потом нет таких партий, у которых были бы одни достижения и не было бы недостатков. А он вывалил, так сказать, то, что представляется ему недостатками, без особенного доказательства. Но он нашел и одно достоинство – красное радио. И это он нашел, и это ему большое спасибо. Но других он не нашел достоинств. За это, я думаю, спасибо вряд ли стоит говорить. Но и останавливаться на этом долго я не хочу. Я просто думаю, что, конечно, такой товарищ не может нормально вести кружок по диалектике. Потому что он, главное, я не понял, он путает путие и отрицание. Положительное и отрицательное. И не понимает, что критика, или вообще понятие Маркса, понятие Ленина. Критика означает… Критика – это значит, надо взять это целое, рассмотреть как целое, и найти в нем, что есть в нем позитивное. Если это целое и позитивное, это и подчеркнуть. И в то же время не упустить и указать на отрицание этого позитивного. Я правильно понимаю критику? А если я вот, значит, пойду смотреть, все, у вас галстукка нет. Не могли в галстукку надеть. Пиджака нет, не могли в пиджаке… Я тут могу накопать всяких таких вещей. Хотя вы скажете, а я же пришел не на официальный прием, а на изучение диалектики. Мне вот так легче, я ближе так к Гегелю, чем вы вот со своими галстуками и пиджаками. Ну, есть тут может еще дискуссия на эту тему уйти. Но во всяком случае, понимать критику именно как отрицание – это просто глупость. И человек, который этого не понимает, он никак не может быть руководителем кружка. И вообще, я думаю, что как-то я вот удивляюсь, как люди становятся руководителями кружка, не прочитав ни разу науку лойки Гегеля. Это отважные люди. Отважных уходят до неважных. Отважные. Так, ну вот, значит, мы пришли... К чему мы пришли? К тому, что мы поняли, как из суждения, которое перед этим было, суждения наличного бытия, получается суждение необходимости. Вот эта в себе и для себя сущая взаимосвязь составляет основу нового суждения – суждения необходимости. То есть я мог бы просто прийти и начать прямо с заголовка – суждение необходимости. А все в этом было бы плохого. А плохое было бы в том, что нет связи с предыдущим, и нет выведения. А самое главное в науке лойки – это выведение, а не перечисление. Потому что если перечисление, то надо открывать не основной текст, а вот лучше всего и короче. Оглавление. Всем советую. Раз, и вы можете это пробежать за очень короткое время, и все будет у вас отлично. Так? Кто не может прочитать оглавление? Есть такие люди? Нет таких людей. Поэтому особенно хвалиться этим нечего. А вот вывести из одного положения или из одного понятия другое понятие – это главная проблема, над которой мы бьемся. Потому что диалектика не сводится к тому, что кто-то заучил какие-то законы диалектики. Вообще никаких законов диалектики нет. Есть законы природы и общества, которые изучают диалектика. А что это за законы еще самой диалектики? Это не совсем понятно. Это так люди иногда говорят. Или говорят – законы политэкономии. Законы экономики есть, а политэкономии изучают эти законы. А что такое законы политэкономии? Это что? Как писать там какие-то статьи? Или какие издавать книжки? Или что, в какой главе писать? Ну, вот это люди, которые не изучают наукологии, они это не замечают, таких вот шероховатостей, так сказать, мягко сказать. Нюансы. Нюансы такие. Считают, что это нюансы. Ну, подумаешь, какая. Законы объективной жизни, законы производства. Это законы экономики. Производство, взятое в постоянном движении, как воспроизводство. И законы политэкономии, которые кто-то взял, сформулировал, перечислил. Это легко запомнить зато. Но я, например, не запоминаю, потому что это ни к чему. Это пустота. Так. Суждение необходимости. Что мы имеем? Мы имеем еще 8 минут. Значит, что от нас требуется при этом изучении? Так что я думаю, что мы сегодняшнее занятие обозначим как переход суждения личного бытия в суждение необходимости. А вот какие мы тут должны рассмотреть вопросы? Ну, вот тут вдруг появляются уже в самом начале такие вещи, как род и вид. То есть только что мы поняли, что вот мы принадлежим к роду. Ну, вот у нас так много, а род один. Так, оказывается, еще виды есть. Виды есть. Вот применительно к обществу. Деление на классы – это, скажем, очень важные виды. Правда? Деление на классы. А деление на классы означает не то, что я возьму и расклассифицирую, придумаю. Ну, как некоторые придумывают, не будем их назвать. А вот первое, что открывается, когда мы говорим о классах в ленинской работе «Великий почин». Там ведь не говорится, что это определение. Где у нас дано определение в науке и логике? В самом начале там. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и в сущности находится в единстве с другим моментом. Это нечто, в нем бытие. Какое-то качество просто взять. Нет, а здесь идет о понятии. А в понятии… Если речет об обществе, значит, мы говорим о человеческом роде. О роде человеческом. В этом роде человеческом можно выделить, какие группы людей. Какие группы? Ну, во-первых, большие группы. Вот если кто… Я вот удивляюсь, люди, которые не поднатарели вот в таком деле, которым мы с вами занимаемся, они сразу мигом пропускают первые же слова. И сразу начинают там отношение к средствам производства, роли в общественном определении труда и так далее. А то, что это большие группы, они пропускают. Большие группы людей. А что значит большие? Вот вам кажется, что она маленькая, а мне кажется, что она большая. А почему? Не знаю почему, даже не знаю почему. Как объяснить? Относительно ничего. А? Что значит большая? Относительно чего большая? Относительно чего большая? Все узнается в сравнении. Так вот, большая группа людей – это сравнимые с размерами общества. Большие группы людей. Большие. А если вы будете перечислять повара, доктора, профессора, доценты, пациенты. Так? И если вы возьмете списки профессий, вот такие, это все будет группа людей. Теперь те, значит, группы людей, которые можно загнать в категорию служащих, сколько вы туда не загоняй, но служащих не будет. Потому что, скажем, профессора – это не служащие. Но какие они служащие? И доценты не служащие. И учителя не служащие. Вот, так сказать, если люди, так сказать, служат своему долгу, своему государству, но они не на службе. На службе военные находятся. То есть вы военные хотите загнать в классы служащих? Ну, военные – это точно служащие? Военнослужащие они. Есть гражданские служащие, которые находятся на государственной службе. Они так и записаны. У них там пенсия госслужащим. Какая? Сколько получать госслужащий, если он 10 лет проработал на госслужбе, прослужил? То вот сейчас он по нынешним законам, по закону, который есть о пенсиях госслужащим, в отличие от пенсий… Как называется? По возрасту. И выслуги лет. Да. Так вот он по закону о пенсиях госслужащим должен получать 80% от дохода по занимаемой должности. Поэтому там и, кстати, индексация не нужна. Знаете, 80% они все равно плывут. Поэтому что значит у нас пенсия не повышается? Кто сказал, что у нас пенсия не повышается? У нас все пенсии госслужащим повышаются. Те, кто служил? Но надо 10 лет прослужить. Если вот человек был в доме 5 лет, а второй раз не попал, вот беда. А так вот получаешь 400 тысяч, а 80% от 400 тысяч? 300 тысяч. Не много. Ну 320. Ну 320, да. Ну вот такие мелочи уже, чего там спорить. А вот Трампу был 4 года, и, пожалуйста, ему пенсия как президенту Америки. А он по другому закону? Он по нашу закону не проходит. Здесь он может быть. Он бы, если бы у нас сказали, что за веселое президентство, он бы прошел. Но такого нет у нас закона. Так. Так вот, тут мы сразу обнаруживаем, что надо теперь разобраться с этим родом, и род различается. Ну вот я о классах сказал, что для того, чтобы говорить о классах, надо говорить о больших. А большие группы в современном обществе – это буржуазия. Если это буржуазное общество. Мелкая буржуазия – очень большая группа. И рабочий класс пролетариат. Пролетариат. А рабочий вам не нравится? Нравится тоже. Нравится, хорошо. Потому что еще люмпин пролетариат есть, лучи вы туда не включаете. Вот, а если мы берем социалистические страны, если страны социалистические, то есть еще не построили социализм, то тут и то есть, и еще добавляется, кроме вот этих трех, еще появляются. Кто? Появляются те, которые только характерны для социализма, уже советские служащие там, то все, пятые, десятые. А если мы возьмем страну, которая построила социализм, как Северная Корея, ну и какой там состав классовый? Ну, там люди умственного труда, люди физического труда, и все. Ну, люди физического труда, там, работающие на земле. И старое название – крестьяне, но они же не крестьяне. Вот, но на промышленных предприятиях. А можно называть сельскохозяйственный пролетариат? Можно. Сельскохозяйственный пролетариат, конечно. Сельскохозяйственный? Сельскохозяйственный, рабочий, да. То есть рабочие и люди умственного труда, и все. Ну, а большие группы людей, которые не работают, это дети, это пенсионеры. Это тоже группы людей, но разве их надо в какой-то класс загонять? Нет. Так вот, тут вот какой шаг уже мы видим сразу, как начинается суждение необходимости? То сразу во втором абзаце говорится о том, что суждение – это объективная всеобщность, теперь положено. Тем самым она, во-первых, с этой ее существенной определенностью, как имманентной. Имманентной, то есть внутренне присущей. И, во-вторых, с этой же определенностью, как отличная от нее в качестве особенности. Особенность должна быть. Субстанциальную основу которой составляет указанная всеобщность. Но только основу. Таким образом, она определена как род и вид. Ну, вот есть род, а есть вид. Виды внутри рода. И эти виды исчерпывают этот род. Это потому, что это не какие-то мелкие образования, и не штуки, и не единицы. А род и вид. И видов там хоть растения вы возьмете, хоть животных вы возьмете там. Парнокопытные. И все перечислены. Все. Водоплавающие, птицы. Все. Ну и так далее. Но это уже тема следующего занятия. Следующее занятие будет посвящено осуждению необходимости, как вы поняли. А нам сегодня удалось перебраться от того, что мы изучали в прошлый раз, и добраться до начала вот этого следующего занятия. А начало – это что такое? Это неразвитый результат. Значит, вот мы и при чтении должны его рассматривать как в развитии, и при подготовке, и при обсуждении будем смотреть, как оно во что развивается. Какие есть вопросы? Следующее занятие 26 октября в 19 часов. Спасибо всем за участие. Субтитры создавал DimaTorzok